Двойня в семье – двойная радость, говорит Елена Пивоварова. Когда долгожданные девочки появились на свет, ее радости не было предела. Спустя год жизни омрачил страшный диагноз – ДЦП. Сначала все говорили, какое счастье это двойня. Все говорили, как тебе повезло. И тут вроде, и тут немножко это счастье, как говорится, ложка дегтя попала. Врачи убедили молодую маму – шансы есть. Так женщина начала бороться. Дорогостоящие операции, массажи, реабилитации и, конечно, огромная любовь к своим детям помогли. Болезнь начала отступать. У девочек появились первые успехи. Вика села, Ника поползла. Вероника ползать, наверное, около четырех лет начала на четвереньках. Вика сидеть в годик с небольшим начала. Ну вот Вика в три с половиной годика начала на расстоянии ходить по залу. От пункта А до пункта Б вот так вот начала. Воспитывать своих детей Елена одна. Помогают родители, признается женщина. Трудности случаются, но победы Вики и Ники придают ей сил. На тяжелой краба, рот не развивай. Обилить свой краба и друзей в гости. Сейчас двойняшкам по пять лет. Талантливые, красивые, не по годам умные девочки поражают окружающих своими способностями. Сместательно выучили цвета на английском языке. Знают алфавит, умеют считать, рассказывают наизусть сказки и стихи. Там на рок-н-ролл нужно только петь, а не сказочки какие-то маленькие рассказывать. Тут надо петь, учиться. У каждой из них есть мечты. Вика хочет стать звездой рок-н-ролла, известной артисткой. Ника принцессой. Есть еще одна мечта на двоих. Вика и Ника очень хотят самостоятельно ходить. Их мама не сомневается. У ее дочерей все обязательно получится. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбкает о флаг корабля. Капитан, капитан, потянитесь, только смело покоряются моря. Адмир Низамова, Гузель Газизулина, Фаниль Мухарлямов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте. Мобильный репортер 24. Мобильный репортер 24. Мобильный репортер 24.